В этот день 3 января родились. Вениамин Соколов, советский архитектор, один из классиков конструктивизма. Николай Рубцов, поэт. Блистательная надежда русской поэзии. Такими словами характеризовал творчество Николая Рубцова, публицист Фёдор Абрамов. Жизненный путь поэта оказался коротким, но наследие не таким безнадёжным, как преподносили некоторые критики. За 35 лет Рубцов написал порядка 400 произведений, многие из которых стали основой для песен. Например, строки «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю» или «В горнице моей светло это ночной звезды». Большей частью их стихотворения стали популярными уже после смерти поэта, который из скромности никогда не ходил по издательствам и не рекламировал себя. Прижизненные сборники поэзии периодически печатались лишь благодаря настойчивости друзей. Выросший в детском доме, поэт не мог и не хотел за себя постоять, что стало причиной неустроенности в личной жизни и в быту. А внешнем лоске напоминал лишь шарф, который Рубцов всегда носил, чтобы придать себе уверенности и модного стиля. Писатель Сергей Викола «Невольно думаешь, как мог на такой скудной почве, на заглохшем и невспаханном поле, да еще под затянувшиеся ненастья, вырасти и вызреть такой удивительный колос, каким предстает перед нами его поэзия. Или уж таланты в самом деле неумирающие семя, способные прорасти даже и под тяжелым камнем трудной судьбы, и сдвинув его пробиться на свет». В этот день, 3 января 1565 года, Иван Грозный удалился в Александровскую слободу и объявил об отречении от престола. Это был только хитрый политический ход. Царь ждал, когда к нему придут умолять вернуться на трон. 3 января 1871 года умер Константин Ушинский, основоположник научной педагогики в России. 3 января 1905 года началась забастовка рабочих Путиловского завода. Это была первая ласточка революционных беспорядков. В начале 20 века Путиловский завод являлся ведущим машиностроительным предприятием страны. Третьим в Европе, с большим социальным пакетом. Для сотрудников работали школы, общежития, магазины, больницы, столовая, даже квасоварня с театром. Но, несмотря на все привилегии, ропщущие были. А появившиеся многочисленные профсоюзы усиленно призывали сотрудников бороться за условия труда. «Идите в свое собрание, оно вас поддержит и прокормит», высказал мастер вагонного цеха четырем сотрудникам, которых рассчитали без видимых причин. В собрании русских фабричных заводских рабочих, на которые намекал мастер, руководил священник и профсоюзный лидер, знаменитый Гапон. Как писали о нем не только провокатор, но такой страстный революционер, что его страстность в этом отношении несколько излишняя. Тот подбил 12,5 тысяч путиловцев на забастовку, которые выдвинули руководству завода общие требования. Восстановление увольных работников в обмен на увольнение мастера цеха. И еще список из 12 пунктов, включавший 8-часовой рабочий день, увеличение оплаты труда, надбавки и прочее. Поскольку директор ультиматума не принял, пригрозив всем бастующим увольнением, те пошли дальше, подключив к стачке другие столичные заводы. Из искры возгорелось пламя, которое стало предпосылкой для январского массового шествия на Дворцовую площадь. Кровавого воскресенья. 3 января 1106 года правительственные войска разгромили Красноярскую республику в самоуправлении рабочих и крестьян времен Первой революции. 3 января 1163 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-62. 3 января 1193 года президент США Джордж Буш и президент России Борис Ельцин подписали договор СНВ-2. После распада СССР США были кровно заинтересованы в том, чтобы на территориях бывшего Союза не появилось новых ядерных держав. С этой целью между РФ и США был подписан договор СНВ-2, запрещавший использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями и обязательной замены их на моноблочные ракеты. Однако ратификация договора растянулась на несколько лет из-за нескольких проблем. Во-первых, в российском бюджете средств на утилизацию старого вооружения не было. Во-вторых, во вмешательстве стран НАТО в Боснии и планов расширения НАТО на восток Москва разглядела потенциальную угрозу для своей безопасности. В-третьих, договор СНВ-2 не только говорил РФ, что мы партнеры, но и диктовал изменения во внутренней политике страны, что являлось нонсенсом. Как итог, не прошло 10 лет, как две державы вышли из этого договора по разоружению. Таким был этот день 3 января.